В Адыгее сотрудниками МВД и ФСБ выявлен факт незаконной порубки лесных насаждений на территории Тиучешского подразделения Красногвардейского лесничества. Место осуществления противоправной деятельности обнаружено в ходе проведения комплексных рейдовых мероприятий. По подозрению в совершении преступления сотрудниками МВД и ФСБ доставлен в местный отдел внутренних дел 42-летний житель Тиучешского района. Установлено, что подозреваемый в период с ноября 2019 года по март 2020 года, введя в заблуждение работников, работавших на него по найму, осуществил два раза незаконную рубку деревьев, породы, дуб. В результате совершенных преступлений лесному фонду Российской Федерации причинен материальный ущерб на сумму более 3 миллионов рублей. Следственным управлением МВД в отношении фигуранта по обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 260 УК России, незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере. Санкцией статьи предусмотрено до 7 лет лишения свободы. В МВД по Адыгее поступает немало благодарственных писем и большая часть из них в основном адресована инспектором ДПС. Они не остаются равнодушными к проблемам, возникающим у водителей и пассажиров пути. Недавно во время несения службы на автодороге Майкоп-Лабинск старший лейтенант полиции Каплан-Тамукай и лейтенант полиции Сергей Изотов заметили припаркованный на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Подойдя к автомобилю, от автомобиля исходил выраженный запах бензина. Также уточнили, что неисправна топливная система. После чего с помощью подручных средств устранили, проверили бензопровод и девушка продолжила дальше движение. Автоледи искренне поблагодарила сотрудников за проявленное неравнодушие и оказанную помощь. Продолжив тот день патрулирования, эти же офицеры обратили внимание на другую машину, припаркованную на обочине. Водитель автомобиля «Форд», являющийся жителем Краснодарского края, пояснил, что остановка оказалась вынужденной, поскольку в бензобаке фургона закончилось топливо. Госавтоинспекторы Адыгеи помогли мужчине отбуксировать транспорт до ближайшей заправки, за что автовладелец выразил полицейским искреннюю благодарность. В первой половине мая на дорогах Адыгеи зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых 3 человека погибли, 6 пострадали. Сотрудниками ГИБДД также задержан 61 нетрезвый водитель. Также в этом периоде произошло 80 аварий без пострадавших. Большинство имели место в Тахтамукайском районе и Майкопе, 43 и 17 соответственно. По данным госавтоинспекции, в 19 случаях столкновения произошли по причине выбора ошибочной дистанции, а еще в 18 из-за несоблюдения очередности проезда и нарушения правил перестроения. Зафиксировано и 16 случаев наезда на препятствие и стоящее транспортное средство. Также подразделениями ГИБДД за эти дни выявлено и пресечено 3348 нарушений дорожных правил. Практически ежедневно инспекторы привлекают к ответственности лиц, не оплативших ранее наложенные на них штрафы. В эти дни таких нарушений выявлено 53. Ответственность за данные проступки предусматривает не только денежный штраф, но и административный арест. Такой вид наказания назначен 28 водителям. Протоколы составлены в отношении 230 пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном для этого месте. ГИБДД обращается к водителям и пешеходам с призывом быть внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать правила. Далее короткая информация о некоторых событиях и мероприятиях. По инициативе госавтоинспекции Адыгея в социальной сети Instagram создан аккаунт «ЮИД Адыгея», в котором можно найти массу информации. В дальнейшем на страничке планируется активное размещение для граждан материалов о деятельности юных инспекторов Движения Республики. В соответствии с указом президента России от 18 апреля 2020 года номер 275 водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до их замены. Лица, имеющие такие удостоверения, не будут привлекаться к административной ответственности по статьям, предусматривающим наказание за управление транспортом, не имея соответствующего права. МВД напоминает о мерах профилактики грабежей и разбой в общественных местах. Не демонстрируйте наличие у вас крупных денежных средств. Возвращаясь домой в темное время, старайтесь избегать безлюдных улиц. Если вас кто-то преследует, выйдите на оживленное место и срочно сообщите в полицию по телефону 02 с мобильного 102. В Теучешском районе обезврежены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. На месте происшествия силами полиции было выставлено оцепление. Находкой оказались несколько минометных мин. Такой случай зафиксирован и в Майкопе. Полиция напоминает, если вы нашли боеприпасы, ни в коем случае не извлекайте находку. Сообщите о случившемся по телефону 02 с мобильного 102. Полиция Майкопа проводит проверку по факту мошенничества с использованием якобы корпоративных номеров. Аферисты представились 46-летней женщине, работниками службы безопасности банка. При этом использовались номера, схожие с корпоративными, начинающимся с цифр 8495. Они сообщили о проблемах с обслуживанием карты и дали рекомендации. Майкопчанка передала код, поступивший ей в СМС-сообщение и лишилась денег. Полиция призывает граждан проявлять бдительность при поступлении звонков. Полицейские адыгеи продолжают проводить мероприятия, направленные на выявление фактов незаконного хранения запрещенных веществ. С 1 по 10 мая оперативниками задокументировано 10 таких преступлений. Сотрудниками профильного подразделения по контролю за оборотом наркотиков полиции Майкопа получена информация о причастности 18-летнего молодого человека к противоправному деянию. Его задержали на одной из улиц города. При себе парень хранил два вида запрещенных веществ – соль и спайс. Возбуждено уголовное дело. В Майкопском районе в совершении аналогичного деяния подозревается 30-летний местный житель. У мужчины правоохранители изъяли сверток с синтетическим наркотиком, приобретенным через тайниковую закладку. Кроме этого, в ходе осмотра в домовладении 19-летнего жителя Геогинского района, сыщики обнаружили полиэтиленовый пакет с высушенной растительной массой. По заключению специалистов, в нем оказалась марихуана. Также синтетический наркотик оперативники изъяли у 36-летнего ранее судимого жителя города Краснодара. Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования, за что был привлечен к ответственности. Схожее вещество хранил при себе и 32-летний житель Краснодарского края, которого в ходе проверки полученных сведений, сыщики задержали в одном из населенных пунктов Тахтамукайского района. Проводятся проверки, по результатам которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел. Полиция напоминает, что за такие деяния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.